Добрый день! Сегодня мы докажем теорему Лихваджуна, которую я в прошлый раз сформулировал, и перейдем к такой важной теме, как канонические преобразования. Давайте я напомню, как это у нас обычно происходит, формулировку теоремы Лихваджуна, ну и, собственно, приступим к доказательствам. Речь идет о множестве интегральных инвариантов первого порядка вот такого вида. Интеграл от суммы АИТ от КУПАИТ на дельта КУИТ плюс БИТ от КУПАИТ на дельта ПИТ. И вопрос ставится так, вот каково вообще множество интегральных инвариантов первого порядка произвольно-гамильтоновой системы? То есть как должны быть устроены вот эти функции для того, чтобы такая конструкция была интегральным инвариантом любой произвольно-гамильтоновой системы? И вот Лихваджуном была доказана такая теорема, что подобное интегральное выражение является инвариантом тогда и только тогда, когда существует константа С, не равная нулю, такая что данный интеграл равен этой константе, умноженной на интеграл Пуанкаре. Ну, напоминаю, что интеграл Пуанкаре – это вот такой интеграл. Вот. Ну, здесь напоминаю тоже некое обозначение, которое мы ввели в прошлый раз. Мы с вами дельтами вот такими, греческими, обозначали изохронные дифференциалы. Вот. Ну, это можно двумя способами обозначать. Либо вот этой дельтой, либо писать над значком контура интегрирования черту. Ну, здесь достаточно так. Раз мы обозначили здесь таким греческим дифференциалом, значит, считаем, что эти дифференциалы изохронные. Так, теперь доказательства этой теоремы. Ну, в общем случае, оно довольно громоздкое, к сожалению, оказывается, поэтому мы проведем такой облегченный вариант для одномерного случая. Доказательство для размерности q равно n, да, равно единице. Вот. Ну, понятно, что размерность p и q одинаковая будет, да. Вот. Ну, способ доказательства мы применим, тем не менее, тот, который работает и в общем случае. Идея доказательства основана на переборе разных функций Гамильтона, поскольку этот интеграл должен быть инвариантом для произвольной гамильтоновой системы. Ну, да, раз n равно у нас единица, то в этом случае g у нас превращается просто в такое выражение, без всяких индексов, в сумм, это будет а на дельта куит плюс b на дельта p. Вот давайте постепенно, перебирая гамильтониану, уточним, собственно, вот какие функции тут должны получиться. Так, для доказательства этой теоремы мы снова пользуемся тем же самым приемом, который у нас был использован на предыдущих лекциях, например, при доказательстве обратных теорем теории интегральных инвариантов. А именно, мы с вами можем выбрать некий изохронный контур c0 с чертой, да, который лежит в плоскости t равно константа. Ну, можно неограничить общность считать, что это контур лежит в плоскости t0 равно нулю, да. Если что, сместить всегда можно начало отсчета времени должным образом. Ну, а дальше, собственно, интегрирование по любому изохронному контуру, оно сводится к интегрированию по контуру c0, да, поскольку можно выразить переменные pq через p0, q0. Вот, ну, то есть давайте это напишем. То есть есть какая-то функция Гамильтона, из нее получаются решения q равно q от q0, p0 и t. Вот, соответственно, так, соответственно, p у нас равно p0 тоже от, ой, здесь 0 не нужно, вот здесь, конечно, да, q0, p0 и t, вот, где q0 и p0 принадлежат к контуру как раз c0 с чертой. Вот, ну и дальше, собственно, давайте перебирать Гамильтоньяна, как я уже обещал, два раза обещаю третий, вот давайте к этому, наконец, приступим. Первый Гамильтоньян h равно нулю. Тогда у нас уравнение Гамильтона выглядит просто превосходно, да, получается, что q с точкой равно нулю, p с точкой равно нулю, и стало быть, решение наше имеет вот такой вид, q равно q0, p равно p0. Вот, ну и давайте подставим вот это решение в наш интеграл. Интеграл наш будет равен тогда просто интегралу по контуру c0 с чертой, а от q0, p0, t, да, по, здесь вот, dq0 будет, плюс b от q0, p0 и t, собственно, вот, да, и это должно, да, дельта p0. Мы перебираем гамильтоньяны для того, чтобы постепенно уточнить подинтегральное выражение, которое тут должно стоять, для того, чтобы данный интеграл был интегральным инвариантом произвольно-гамильтоновой системы. А? Да, вот мы взяли, естественно, мы перебираем гамильтоньяны, простые какие-то, да, для которых легко построить решение и подставить это решение в наш интегральный инвариант. Ну, то есть понятно, да, что вот здесь же в интегральном инварианте у нас входят q, p и t. Для каждой функции гамильтона, каждый из этих переменных, ну и, соответственно, те, которые под дифференциалом стоят тоже, они становятся функциями времени и начальных условий. И интегрирование по произвольному контуру сводится, по контуру c с чертой, да, который соответствует моменту времени t, сводится к интегрированию по контуру c0 с чертой. Где именно? Вот сюда? Нет, здесь как раз c0 с чертой уже. Вот еще раз, смотрите, мы, вот прошлый раз, мы помните, как раз сводили интегрирование по контуру c, c, который соответствует некоторому моменту времени, к интегрированию по начальному контуру. А. Так, ну-ка, мы с вами это делали, когда у нас были обратные теоремы теории интегральных инвариантов, по-моему. Вот, ну еще раз, смотрите, идея в чем? Ладно, давайте отвлечемся от того, что у нас было заново. Вот выражение, да, в случае одной степени свободы исчезает индекс и сумма, просто тут будут, ну, вот эти а и b, да, без индекса. Дальше берем гамильтониан h равно нулю. Вернее так, давайте, подождите, давайте просто для произвольного гамильтониана сначала рассмотрим. Для произвольного гамильтониана вот такой интеграл для контуру c с чертой, который соответствует моменту времени t, можно свести к интегралу по контуру c0 с чертой, который соответствует моменту t равно нулю. вот то есть мы можем вот эту вот это решение задачи каши подставить вот этот наш интеграл верно и тогда интегрирование по контуру c с чертой сводится к интегрированию по контуру c0 с чертой вот вот это вот был так был такой же шаг да и вот мы это и сделали да мы взяли теперь простенький вот такой гамильтониан выписали такое решение подставили его ну и поскольку тут преобразование оказалось тождество на вот это да тут просто показал что постановка элементарные даже никакой решение составлять надо просто нолики где написать вот так теперь дальше смотрите эта штука должна быть инвариантом раз инварианта ее значение не меняется со временем и стала быть производная от этого интеграла равно равна нулю но это мы и пишем до что интеграл тогда у нас по контуру c0 с чертой да по dt на деку 0 ну давайте я тут уже не буду аргумента писать плюс db по деку так по дт конечно по дт на дельта п 0 равно нулю но дальше работает такое традиционно для этих всех задач соображения до который мы тоже кажется уже использовали что если под интегралом если вернее контурный интеграл по произвольному контуру равен нулю а мы в принципе здесь не говорили что выберем какой-то конкретный контур контур выбран произвольным образом вот равен нулю стал быть под ним стоит полный дифференциал вот ну и поскольку контуры захрон это и дифференциал должен быть изохронный можно написать что да по dt на дельта q0 плюс db по dt да тоже на дельта п 0 равно изохронному дифференциалу некоторых функций ну то есть df по dq 0 на дельта q0 и плюс df по dp 0 на дельта п 0 вот функция берется какая функция от 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 f равно и фотку 0 по 0 п вот а теперь давайте вот какой шаг сделаем перенесем все в левую часть и возьмем первообразную от функции f по явно входящему времени вот давайте напишем что f это просто интеграл от f по dt первообразный по явно входящему времени вот ну то есть если время сюда не ходит просто сведется к умножению на т но если как как-то входит да ну тогда ну надо взять про интегрировать поэтому явно входящему параметру в итоге получается следующее выражение да что у нас значит тогда dp dt вот а до минус df уже по что тут подоку 0 до по-прежнему будет 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 равно нулю и dp dt от b минус что минус df по dp 0 уже правда да будет равно нулю и отсюда следует что вот эти функции а и b отличаются от производных некоторой другой функции на на величину не зависит еще от времени ну сейчас я напишу и будет понятно чем речь то есть давайте напишу что следовательно а равняется некой функции а от q и p плюс соответственно что плюс df по dq да и b будет тоже равняться некоторые функции b от q и p плюс df по dp ну можно нолики везде нарисовать можно нарисовать да в принципе можно взять поскольку мы их рисуем давайте уж нарисуем что тут для для единообразия обозначений раз мы сейчас говорили про контур c0 давайте обозначение будем как быть дальше эти использовать то есть вот эта величина отличается от полного дифференциал некоторые функции да вот на такие вот такие величины таким образом мы можем теперь считать поскольку полный дифференциал при интегрировании по замкнутому контуру у нас он что с ним происходит так не вижу где-то интеграл лучше посмотреть вот здесь да если мы добавляем полный дифференциал то при интегрировании по замкнутому контуру он уходит поэтому существенным вот из этой формулы остается вот это правильно то есть вот это вот при интегрировании по замкнутому контуру уходит 0 а вот это существенная часть таким образом мы уточнили уже вид этих выражений и считаем теперь что а у нас равно а от q и q 0 по 0 до время уже не входит и и б равно б от q 0 и по 0 вот видите теперь давайте 2 гамильтониан возьмем 2 аж равно п в этом случае у нас уравнение гамильтона будут иметь ку с точкой равно до аж по дп то есть единица до п с точкой равно нулю значит решение будет иметь вид q равно q 0 плюс т вы равно п 0 опять подставляем в наш этот самый интеграл получаем что наш интеграл равен интеграл по контуру c 0 до с чертой по которому мы все интегрирование конечном итоге сводим а вот тут мы должны что подставить мы должны подставить с одной стороны наши вот эти функции но уже мы можем обойтись тем видом эти функции которые вот как которым уточнили правильно то есть мы с вами вот сюда важно подставить эти а и b сюда подставить решение нашей задачи каши но при этом в качестве этих функций мы можем уже брать не полное выражение от вот которые включают время а уже вот эти уточненные да вот эти вот вот то есть пишем интеграл вот ку 0 плюс т п 0 на дку 0 плюс соответственно b от ку 0 плюс т п 0 так время можно не пишем да уже на дп 0 и это равно нулю вот дальше опять считаем производную этого интеграла но уже в момент времени то равно нулю что получается получается интеграл до этой ну подождите вот здесь я написал глупость конечно не 0 а и должно быть инвариантом до варианты если бы это был 0 это был полный дифференциал а вот производный в момент времени это равно нулю должна уже быть нулем поэтому пишем что интеграл по контуру c 0 чертой d а по дку 0 до соответственно на дку 0 плюс db по дку 0 на дп 0 и вот это уже равно нулю правильно действительно если мы продифференцируем при по t и приравняем т равно нулю да то как раз производная по времени вот это она фактически сведется к дифференцированию просто паку 0 под интегральное выражение вот на контур нас фиксирован поэтому естественно дифференцирование просто попадает по закон теграл вот ну а теперь если мы посмотрим на вот предыдущие рассуждения да то они фактически дословно повторяются для этой функции правильно посмотрите у нас получалось вот все то же самое но со временем а теперь вместо времени у нас что есть получилось все то же самое ну к 0 следовательно давайте напишем так ну давайте на эту доску перейдем следовательно давайте напишем так рассуждая аналогично аналогично пункту от 1 доказательства получим что у нас вот это вот d по дку 0 до от а минус какой-то функции давайте уже обозначим даже по дку 0 да равно нулю и точно так же д по дку 0 от b минус какой-то фунт минус вот такая производная даже по дп 0 от какой-то функции равно нулю вот на и пропускаю все те же самые ходы ходы которые делал здесь да вот здесь нет здесь вот папа 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 дку 0 а тут п 0 все правильно да вот смотрите здесь мы со временем вот видите что что получили вот вот это выражение равно нулю стало быть под интегралом полный дифференциал значит вот мы делаем вот такой прием интегрирования здесь вот по т там мы делаем соответственно интегрирование папа ку 0 явно входящему и получаем все то же самое но вот здесь вот вместо d по dt у нас получается да по дку 0 верно вот все те же все все те же шаги получаются но роль t у нас здесь будет играть параметр q 0 до что что вот а ну потому что когда вы подставляете вот сюда это выражение у вас же получится что как раз это играл от полного дифференциала верно вас там будет df по даку 0 надо на даку 0 плюс вернее вот сюда на смотреть будет df по даку 0 на даку 0 плюс df по дп 0 на дп 0 и она в итоге обновляется вот ну в общем понятно да вот такой же такой же шаг делаем теперь снова гамильтонианом и меняем фактически т на даку 0 получаем еще одно уточнение да следовательно у нас функция равна какой-то функции а от поеда 1 от по 0 вернее да раз здесь производная папа ку равна нулю плюс производные даже по даку 0 вот ну а б равна b от 0 тоже да плюс даже по дп 0 так 0 на сверху да вот здесь а вот теперь по аналогии с предыдущими рассуждениями это у нас все в полный дифференциал уходит да можем не считать ну а вот существенная часть остается такая да следовательно получается что значит а равно а от p b равно b от p вот но эту еще одно на самом деле более серьезное упрощение почему посмотрите вот давайте возьмем вот этот интеграл а от п на дельта q плюс b от p на дельта п так вот подумайте что здесь можно выбросить из этого интеграла выбрасываем мы чего константы эти самые нули вернее полный дифференциал верно вот есть тут полный дифференциал какой-то ну вот этот полный дифференциал на самом деле мы можем взять первообразную папа правильно и и вот это вот будет d от интеграла bpdp вот поэтому вот это полный дифференциал его тоже можно убрать ну вернее не вот это выражение под интегралом нулица а весь интеграл по контуру полного дифференциала нулица поэтому можно вот это выкинуть и остается вот вот такое вот выражение от p на дельта q то есть мы ведь еще серьезнее упростили под интегральное выражение за счет подбора второго гаметаниана вот теперь давайте третий попробуем так третий аж равно минус акул в этом случае получается что q с точкой равно нулю п с точкой равно единице следовательно q равно q0 p равно b0 плюс т так теперь опять пишем наш этот интеграл интеграл наш равен да интеграл по контуру c0 чертой дальше а от p0 плюс т на дельта q0 опять свели дело к интегрированию по контуру c0 чертой да ну и дальше опять тот же самый уход да в очередной раз же с точкой при т равно нулю равняется так интеграл по контуру c0 чертой ну ладно давайте здесь напишем вот так вот как писали до того да по dp0 просто до на dq0 это равно нулю должно быть вот но дальше снова те же самые рассуждения которые были до этого два раза до что раз у нас это ноль то под интегралом полный дифференциал вот ну и давайте запишем стало быть да по dp0 надо q0 равняется ну у нас функции fg были да аж у нас гамильтониан давайте тогда чего какую можно букву использовать ну допустим n какой-нибудь или м да равно dm допустим да по dq0 надо q0 плюс dm по dp0 на dp0 вот значит дальше что получаем вот это у нас должно равняться нулю верно вот ну а дальше что у нас получается что вот здесь вот распроизводная м равна нулю да да по p то из этого следует что функция m является функции вот из этого следует да является функции м от q0 вот а тут смотрите что же получилось у нас а была вот такая вот на самом деле если вспомнить предыдущее рассуждение мы с вами уточнили что функция а зависит только от той может и вот выходит да что вот эта функция является функцией q ну давайте здесь вот напишем что это dm по dq0 вот q0 да а вот эта функция функция от p уже написано да вот то что это да то 0 по dp0 когда может быть равенство только в каких случаях да правильно ну стало быть вот сама вот эта конструкция это что должно быть константа да следовательно да вот из этого сопоставления получается что да а от p0 по дуку 0 равно константа вот причем мы с вами установили да что время сюда входить не может поскольку первый гаммертинян нам показал что а не может зависеть от т вернее если там есть зависимости от она несущественно она в полный дифференциал уходит вот ну и все отсюда следует что а равно цена p0 плюс какая-то константа ну да не хороший знак да потому что он дифференциал пересекается хотя ладно пусть будет для здесь вряд ли вы дифференциалом кто-то спутает вот ну и поэтому фактически существенное выражение остается только вот это то есть в итоге наш интеграл свелся вот к этому да к интегралу цен интеграл pdq на интеграл план каре ну и теорема тем самым доказано вот ну как я уже говорил это доказательство хотя видите она не совсем коротким получилось но но конечно гораздо короче короче общего случая где еще приходится со всякими многоиндексными выражениями работать кстати говоря если посмотреть литературу ну например вот книги ганфахер есть более компактное доказательство но существенным образом используют одномерность система здесь же вот эта идея она работает и в общем случае так теперь давайте я приведу соотношение которые собственно нужно проверять когда вы исследуете некое выражение на такого вот интегрального вида на то является он интегральным вариантом или нет по доказательной теореме мы с вами получили да что интеграл вот такой вот опять возвращаемся к случаю произвольной размерности аит на дельта куитая плюс битая на дельта поитая равно инвариант равносильно тому что этот интеграл равен некой константе цены это гралку анкаре верно то есть получается что это равно цена интеграл на сумму поитая дельта куитая да если теперь мы перенесем все в левую часть и будем считать что интегрирование проводится по одному и тому же контуру то естественно получается вот такое выражение да как следствовать аремли хуа джону что интеграл от суммы аитая минус цена поитая на дельта куитая плюс битая на дельта поитая равно нулю вот но дальше опять в очередной раз я вынужден упомянуть про то что в интегралом должен стоять полный дифференциал до раз для произвольного контура у нас то выражение тождец fut and nuevas и поэтому надо для того чтобы проверить до является ли данный интеграл интегрального н вариантом напрас horror и действительно ли стоящие под этим интегралом выражение является полный дифференциалом проверка сводится к проверке перекрестных производных то есть если это полный дифференциал то это должен что вот здесь должна быть некая функция df по д q это и правильно а вот здесь должна быть функция df по dp это Для того, чтобы это выражение было полным дифференциалом, мы должны всевозможные перекрестные производные посчитать и приравнять друг к другу. Проверить, равны они или нет. Но это приводит к следующей системе. Давайте вот здесь это разместим. Вполне поместится она. Смотрите, считаем производные внутри вот этой группы коэффициентов. Мы должны dA и t по dKG продифференцировать. p мы здесь не дифференцируем, но это получается 0, потому что p и q независимы переменные. И это должно равняться dA и t по dQ и t. Теперь берем вот эту группу уравнений. То же самое получается. dB и t по dQ и t должно равняться dB житому по dQ и тему. Ну и наконец, когда берем вот эти две разные группы уравнений, то здесь получается вот такое условие. dA и t. Мы должны здесь продифференцировать как раз уже по p житому. Минус c на производную dP и t по dP житому. Это у нас символ кронокера. Минус c на дельта и g. Ну а справа должна быть производная наоборот. dB житая по dQ и t, правильно? Да. Вот. Ну вот в результате проверка некого интегрального выражения на то, является ли она интегральным инвариантом произвольно-гамильтоновой системы или нет, она сводится просто к проверке вот этих вот, сколько их тут получается. В общем, много равенств, да, получается. Вот их надо все аккуратно выписать и проверить. Вот. Вопросы какие-то есть, да? Ну смотрите, вот допустим, вообще вот, ну вернее так, берем вот эту группу, как самую простую, да, наверное. Вот эти перекрестные производные по p, они же должны равняться d2f по dP и t и по dP житая. Должен равняться d2f по dP житая, по dP и t. Вот. Ну и в итоге у нас, поскольку b и t это dF по dP и t, а так, что у нас там, b житая, dF по dP житая, как раз получается вот это, да. Ну и здесь то же самое. Просто мы здесь дифференцируем внутри этой группы по q, поэтому p здесь никак не проявляется. А в последнем уравнении как раз первую группу соотношений мы дифференцируем по p житому, значит здесь вот этот коэффициент появится, да, матрица вот эта. Ну а тут будет вот эта группа смешанных производных. Вот. Ну, собственно, вот все, да. Теорема доказана и выписаны те условия, которые, собственно, надо проверять каждый раз, когда вы хотите доказать, является ли данное интегральное выражение вариантом или нет. Вот. Ну, к слову, да, можно, наверное, еще вот что добавить, что если выражение достаточно простое, здесь по условию задачи дано, то иногда удается без вот этих проверок, просто путем выделения полных дифференциалов, некоторых манипуляций вот с этим подинтегральным выражением, просто свести это к интегралу по НКРС с каким-то множителем, да, так тоже можно делать. Вот. Ну, то есть этот способ работает всегда, он универсальный, работает для сколь угодно сложных выражений, а такой вот метод непосредственного приведения интеграла к интегралу по НКРС, он, ну, для простых выражений обычно работает. Так, теперь следующая тема, канонические преобразования. Ну, мы с вами установили, да, что уравнения Лагранжи обладают таким хорошим свойством, как ковариантность по отношению к замене обобщенных координат, что следует из того, что мы с самого начала могли другие обобщенные координаты взять, да, и все то же самое, весь вывод прошел без заменений. Более того, из принципа Гамильтона мы установили, что вот есть и более такое сильное свойство уравнения Лагранжи, а не ковариантно по отношению к заменам координата времени, да, то есть более такой сильной ковариантностью обладает не только по отношению к замене координат. А вот с уравнениями Гамильтона оказывается, что дело обстоит не так хорошо. И давайте, да, тему обозначим, канонические преобразования. Так, да, вот давайте начнем с такого примера. Пусть у нас H равно P. Скалярный Гамильтоньян, одна степень свободы. Тогда уравнения движения получаются такими. Q с точкой равняется единице, да, DashPdP. P с точкой равняется нулю DashPdQ, минус DashPdQ. Вот. Теперь давайте подумаем, а как можно испортить то, что вот эти уравнения порождаются функцией Гамильтона. Ну, кстати, давайте здесь напишем, что это DashPdP, а вот это вот напишем, что это минус DashPdQ. На самом деле, здесь очень легко. Давайте введем переменную Q равно P с волной в квадрате, да, например. А P заменим на Q с волной. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Так, значит, смотрите, получается, что 2P с волной, да, на P с волной с точкой равно единице, да. А Q с волной с точкой равно нулю по-прежнему. Вот. Ну, то есть еще вот это уравнение можно переписать так, да, что P с волной с точкой равняется, значит, чему? Ну, единица на 2P с волной, да, а Q с волной с точкой равно нулю. Ну и должно быть у нас что? Что если от системы Гамильтонова, то, соответственно, давайте напишем так, что единица на 2P с волной равняется DashPo с волной по DQ с волной, да. А вот этот вот 0, вот этот 0 справа должен равняться минус DashPo с волной, да. Вот, ну, то есть мы хотим проверить, вот порождается ли эта система каким-то Гамильтонианом или нет. Ну, а дальше чего? Как обычно считаем перекрестные производные, вот здесь вот D2H с волной по DQ с волной не будет равняться, да, вот давайте напишем дальше, да. Следовательно, D2H по DP с волной по DQ с волной не равно D2H по DQ с волной по DP с волной. Стало быть, функции такая не существует. Вот, то есть получилось так, что мы заменой переменных разрушили вот это вот свойство, да, систему, что она порождается некой функцией Гамильтона. И вот именно поэтому преобразования, которые сохраняют Гамильтоновую форму уравнения движения, они выделяются в отдельный класс, называются каноническими преобразованиями. Вот давайте это определение сформулируем. Определение преобразования Q с волной равно Q с волной от QPT, а P, вернее так, не особое преобразование тут вот, но оно из критерий каноничности, правда, следует, что оно не особое, но давайте все равно напишем это сразу. Определение не особое преобразование Q с волной равно Q с волной от QPT, а P с волной равно P с волной от QPT называется каноническим. Если переводят любую Гамильтоновую систему в Гамильтоновую, вот в этой формулировке, в этом определении особого внимания заслуживает вот это место. То, что именно любую Гамильтоновую систему преобразования должно переводить в Гамильтоновую. Потому что можно привести примеры преобразований, которые для каких-то Гамильтонянов примерно вот так же себя ведут. То есть вы делаете преобразование, и оказывается, что Гамильтоновая структура разрушается. А для каких-то Гамильтонянов у вас все прекрасно будет, да? А, кстати говоря, вот даже с этим примером можно продолжить. Вот давайте возьмем Гамильтонян, H равный нулю, правильно? Вот если вы возьмете все то же самое, сделаете, вы получите какие уравнения движения? Q с волной с точкой равно нулю, правильно, и P с волной с точки равно нулю. То есть это порождается любым нулевым Гамильтоняном, вот эта система уравнений. А вот для такого Гамильтоняна уже, видите, то же самое преобразование привело вот к этому эффекту, что замена переменных разрушила Гамильтоновую структуру. Поэтому вот это вот обстоятельство, что любую, оно здесь очень существенно. Вот это и при формулировке ни в коем случае нельзя забывать вот это слово говорить, что преобразование каноническое, если оно переводит любую Гамильтоновую систему Гамильтону. Так, теперь давайте докажем критерий каноничности. В принципе, существуют разные формы критерий каноничности, существуют разные подходы к доказательству, но давайте мы используем тот, который основывается на интегральных инвариантах. Значит, критерий такой. Так, ну, поскольку звонит звонок, то сформулирую, докажу этот критерий тогда после перерыва. Ну так, продолжаем. Значит, мы с вами начали формулировать критерий каноничности. Давайте дело завершим. Итак, преобразование, ну, вот это вот, да, которое выписано на этой части доски, является каноническим. Ну, давайте, может быть, преобразование, вот здесь вот звездочку какую-нибудь, один номер поставим, вот здесь вот номер один, да, преобразование один. Преобразование один каноническое. Тогда и только тогда, когда существует константа С, ненулевая, называемой валентностью, и производящая функция F от QPET. такие, что вот такая дифференциальная форма, сумма P и Т с волной на дельта Q и Т с волной будет равняться С на сумму P и Т на дельта Q и Т минус DF от QPET. Вот, при этом в левой части этого выражения мы должны подставить вот эту формулу 1, да, то есть мы должны новые переменные вырезать через старые. То есть вот здесь вот получается, что вот эта формула, вот эта вот P, это P с волной от Q с волной от QPET, да, и, соответственно, Q тоже это, Q с волной от QPET. Ну, действительно, да, мы не имеем права написать здесь две пары разных переменных, если у нас справа функция зависит только от этого набора. Поэтому, конечно, мы должны выразить все через вот эти переменные. Ну, и, кстати говоря, чуть позже об этом речь пойдет, мы пока, в принципе, можно выбирать другие независимые переменные, но пока давайте в такой форме этот критерий докажем. Идея доказательств через интегральные варианты основана на том, что интегральные варианты Пуанкаре и Пуанкаре-Картан являются, ну, как бы неприемливым атрибутом, так скажем, гамильтоновой системы, да, то есть в любой гамильтоновой системе есть интегральные варианты Пуанкаре и Пуанкаре-Картана, и наоборот, если эти варианты есть, то система гамильтоновая. То есть наличие этих н-вариантов является критерием того, что система гамильтоновая. Поэтому давайте рассмотрим два пространства. Первое пространство расширенное QPET, ну, расширенное, потому что все время не появляется, да, и выберем некий контур С в этом пространстве. И здесь же изобразим пространство новых переменных, У с волной, П с волной и Т, причем обратите внимание, что Т мы здесь не преобразуем. И давайте посмотрим на образ контура С с чертой при преобразовании 1. То есть С с волной — это то, что получается в результате преобразования 1, да, то есть каждая точка первого контура соответствует некой точке другого контура. Ну и тут гладкие взаимноднозначные отображения, да, мы написали, что оно не особое должно быть. Вот. А дальше давайте выберем некую гамильтоновую систему и рассмотрим трубку прямых путей, и рассмотрим изохронные контуры на этой трубке, которые лежат в одной и той же плоскости, это равно константа. Вот тут будет контур С с чертой, а вот тут будет контур С с чертой с волной. Ну, вернее, наоборот, с волной, с чертой, да, черта у нас сверху пишется, обозначает изохронность контура. Т равно константа. Вот. Ну, мы с вами знаем, да, что интеграл по контуру вот этому самому С, да, от суммы П и Т до Ку и Т минус H, ДТ равен интегралу по контуру уже С с чертой, да, от вот такой суммы П и Т на Дельта Ку и Т. Вот. С другой стороны, мы с вами хотим, чтобы после замены переменных система осталась гамильтоновой, да, то есть если это некая трубка прямых путей, порожденная некоторой функцией гамильтона H, то здесь тоже должна быть некая функция гамильтона, и поэтому тоже есть инварианты того же типа. Можем написать, что интеграл по контуру С с волной, да, от суммы П и Т с волной на ДКу и Т с волной минус H с волной на ДТ должно равняться интегралу по контуру С с чертой, с волной и с чертой от суммы П и Т с волной на Дельта Ку и Т с волной. Вот, и это должно быть инвариантом. Да, давайте здесь напишем, что это инвариант, и это инвариант. Вот, теперь дальше. Следующее рассуждение. Давайте вспомним, что контур вот этот, ц с чертой, с волной, является образом вот этого контура при преобразовании 1. И он является инвариантом, правильно? Теперь, стало быть, мы можем что сделать? Мы можем подставить в это выражение исходное преобразование, вот эти вот 1, да, и получить интеграл как раз какого типа, который был у нас только что в какой теореме? Вот если мы сюда просто замену переменных подставим. Ну, давайте здесь новые строчки продолжим. Смотрите, вот этот интеграл по контуру c с волной и с чертой, он равен чему? Интеграл по контуру c с чертой, но уже без волны, правильно? А вот тут будет что? Интеграл от p и t с волной, от qp и t. Ну, я вот на словах произнес, да, что мы просто замену переменных делаем. А вот здесь вот dq и t с волной, от qp и t. То есть, опять, как это мы уже делали неоднократно, сводим интегрирование по одному контуру к интегрированию по другому контуру. Но в данном случае, вот если до того мы со временем тут вот какие-то манипуляции сделали, да, то теперь мы фактически рассматриваем замену координат, да. И учитываем теперь, что каждая точка этого контура в силу соотношения 1, замена 1, соответствует точке на этом контуре. Делаем просто замену переменных. Да. В смысле? Что-что? Икобиан нет. Здесь икобиан это в кратном интеграле. Сейчас вопрос первый. Какой еще раз? Этим или каким? А, ой, смотрите, здесь я не до конца дописал. Извините, сейчас. c с волной и с чертой. Тут должна была была сумма p и t на дельта q и t с волной. То есть, здесь я просто подставляю замену переменных, да, вот эту 1. А при этой замене контур этот переходит в этот контур. Вот и все. Это формальная замена переменных. Тут ничего больше за этим не стоит. Вот. Так. Но этот интеграл, он является инвариантом интегральным, правильно? Для любых контур, охватывающих данную трубку прямых путей, он должен быть инвариантом. Стало быть, и вот эта штука должна быть интегральным инвариантом. Вот. А раз это интегральный инвариант, то стало быть, что можно сказать про вот это выражение? Ну, а множественный вариант в первый порядок к чему в итоге сводится у нас? Ну, смотрите, вот тут вот момент может быть действительно не совсем очевидный. Вот если мы возьмем, ну и что называется, вот просто вот раскроем вот этот дифференциал дальше. Что у нас будет здесь? Будет dq, и ты с волной по dq, житая на dq, житая, правильно? Плюс dq, житая по dq, житая на dq, житая, правильно? И вот в итоге, если мы все это соберем, то какого вида интеграл получится у нас? Ну, тоже не совсем-то вот. Вот то, что в тебе емили Хуаджуна было, вот это вот будет, да? Сумма аи на дельта qi, плюс сумма плюс bi на дельта pi, вот и все. И вот это должно быть инвариантом, да? Причем для любых гамильтоновых систем. Вот эту конструкцию мы можем построить для любого гамильтониана, верно? В старом пространстве. Она должна работать в новом пространстве. Вот. А дальше все, начинается то же самое рассуждение, что вот эта штука является интегральным инвариантом тогда и только тогда, когда она пропорциональна интегральному инварианту Пуанкары, верно? То есть замена переменных здесь вот у нас... То есть еще раз, шаги какие? Это старое пространство, это новое. Мы хотим, чтобы и в старом, и в новом пространстве система оставалась гамильтоновой, да? Для любого аж. Дальше. Если здесь система гамильтонова в новом пространстве, то это равно вот этому, ну, как мы с вами доказали на прошлой лекции, правильно? А с другой стороны мы можем... Да, и это должно быть инвариантом. С другой стороны мы всегда можем вернуться здесь к исходному контуру. И это тоже должно быть инвариантом, потому что слева стоит инвариант. А раз это инвариант, причем вот уже вот в этих переменных и по этому контуру, то он должен сводиться к интегралу Пуанкары, по сути. Вот давайте это и запишем. Вот, ну давайте запишем интеграл по контуру. С с чертой от суммы ПИТ с волной от КУПТ на дельта КУИТ с волной от КУПТ равно инвариант. Следовательно, вот этот интеграл И, да, равен С на интеграл Пуанкары. Вот, ну и давайте это теперь распишем в явном виде. Следовательно, да. Да, да, по теореме Лихуаджуна. Вот, давайте теперь это в явном виде распишем. Смотрите, получается, что контур С с чертой, да, здесь будет, от суммы П, а давайте здесь сменим индекс. Смотрите, ПЖТ с волной на ДКУ, так, на ДКУЖТ с волной, ну вот тут вот КУПТ на дельта КУЖТ с волной, минус С на сумму ПИТ на дельта КУИТ, и это равно нулю. Так, ну да, единственное, здесь вот надо было бы мне скобочку написать. Ну давайте я напишу скобочку и значок, что там в скобочке находятся те же самые переменные, что и у П, те же самые аргументы. Вот, ну а дальше, собственно, что, опять, раз у нас интеграл по произвольному замкнутому контуру 0, мы же с вами выбрали произвольный контур, да, то дальше под этим выражением должен стоять полный дифференциал. То есть получается, стало быть, что сумма ПЖТ с волной на ДКУЖТ минус С на сумму ПИТ на ДКУИТ равняется как раз минус изохронному дифференциалу от некоторой функции Ф от КУПа и Т. Вот, ну минус берется, так, скорее, по историческим причинам, конечно, если плюс написать здесь ничего не изменится по сути, но традиционно принято здесь писать минус, по всей видимости, из-за того, что в итоге минусов меньше получается. Ну, собственно, критерий каноничности доказан. Вот мы получили ту самую дифференциальную форму, которую мы с вами установили, вернее, выписали, формулирующую теорему. Так, а теперь давайте, знаете, что сделаем? Давайте распишем следствие вот из этого критерия каноничности. Только здесь вот волну напишите, я здесь забыл волну написать. Следствие из этого критерия каноничности, то есть как раз те самые соотношения, которые подлежат проверке, когда вы некоторые преобразования исследуете на каноничность. Значит, ну, давайте, может быть, здесь вот еще, вот здесь вот номер 2 поставим. Значит, давайте так напишем, что из 2 следует двоеточие. А вот что из него следует? Надо просто взять и расписать дифференциал, который здесь стоит, через переменные, от которых зависит производящая функция. Смотрите, получается, что сумма П и Т, П житая, вернее, с волной на дельта ку житая, с волной, это будет равно сумме П житая с волной на деку житая, с волной на деку и Т, на деку и Т, так, дельта ку и Т, плюс сумма, так, П житая с волной на деку и Т, на дельта П и Т. Ну, собственно, и все, да? Дифференциал дельта изохронный берется, поэтому больше отсюда ничего не получится. Вот, так, ну и, соответственно, если мы теперь возьмем, подставим этот дифференциал вот сюда, да, ну, в соотношении 2, и приравняем коэффициенты при независимых дифференциалах, то получим следующее. Давайте напишем, подставим это в 2, да, и приравняем коэффициенты при деку и Т, дельта Ку и Т, да, и дельта П и Т. Что тогда получится? Ну, смотрим, где у нас есть дельта Ку и Т, вот здесь, да, дельта Ку и Т, то есть вот здесь вот оно будет, потом вот здесь будет дельта Ку и Т, и когда вы дифференциал производящей функции раскроете, то есть в результате будет вот что, сумма П житая с волной, да, на деку житая с волной на деку и Т будет равняться цена П и Т, на П, да, цена П и Т, минус ДФ по деку и Т. Вот. Ну, теперь при дифференциал при ДП, где будет. Ну, понятно, вот здесь будет ДП, правильно, когда мы вот это слагаемое возьмем. Здесь ДП не будет, ну, неоткуда бы им просто взяться, да. Но тут мы раскрываем, опять видим, минус ДФ по ДП. Поэтому следующая группа уравнений, которые следуют из дифференциальной формы критерий каноничности, будут иметь вот такой вид. На деку житой с волной по ДП и Т будет равняться минус ДФ по ДП и Т. Вот, собственно, и все. Вот та система получилась, которая, собственно, и подлежит проверке, когда вы некое преобразование исследуете на каноничность, да. То есть вот, например, дана какая-то замена переменных, да. Надо проверить, будет она каноническая или не будет. Вы берете, пишете вот эту систему, подставляете ваше уравнение замены, которые даны, которые надо исследовать на каноничность. И опять же исследуется совместность вот этой системы уравнений. Вот. Но совместность, опять же, проверяется так, как мы много раз уже делали, да. Это просто перекрестная производная, надо все пересчитать и убедиться в совместности или несовместности этой системы, да. Ага. Так, где именно? Нет, нет, это именно из 2. Вот 2 — это у нас вот это было. Вот, поэтому это следует из 2. А 1 — это у нас просто замена переменных была. Так, подождите. Вот у нас 2 написано вот в такой дифференциальной форме, да. Но оно еще не раскрыто. Вот мы как раз подставляем уравнение замены вот этой вот, да. Приравниваем коэффициенты, и дальше у нас уже следует вот это. То есть тут вроде тавтологии-то нет. То есть мы просто вот это подставили, вернее так, в 2 мы подставили 1, вот фактически, да. Да, да, то есть... Ну да, вот можно, да, вот в 2 1, правильно, можно так написать. Вот, в 2 подставляем 1. Давайте добавим это, да. Вот, и тогда получается вот это вот. Вот, ну, и то есть еще раз. Вот получили вот эту систему, да. Дальше берем и проверяем насовместно с традиционными для этих вещей способами. Все возможные перекрестные производные считаем, да. Внутри этой группы уравнений, внутри этой и перекрестные. И если оказывается, что все совпадает для какой-то константы c, для одной и той же, естественно, для всех индексов, то тогда преобразование будет каноническим. Да. Ну, естественно, а вот тут даже можно так сказать. Вот любая замена переменных, она преследует своей целью что-то упростить, правильно? То есть всегда делается замена, чтобы нечто нехорошо выглядящее в каких-то одних координатах сделать более простым в других координатах. Поэтому строить замены переменных какие-то с разрывами или с какими-то еще более суровыми особенностями, смыслами нет. То есть обычно, конечно, имеет дело с гладкими функциями. Вот. Так. Ну, собственно, все. Тут понятно. Так, теперь что еще? Да, да, ага. — Да, да, да. — Не, ну как? У нас сумма пожито останется. Тут будет... — Мы ее раскроем, она оставит, да? — Не, ну да, ну вот если мы раскроем это выражение, сумма будет двойная, верно? Но когда мы берем коэффициент при декуите, у нас вот этот индекс, он на свободе остается. Мы вот фактически... Вот тут декуиты надо написать, а вот тут декуиты, да? Коэффициент при декуите. Мы его берем, один декуит, и для него, для каждого декуитого, для каждого дпитого, вот это вот, вот эти выражения выписываем. В итоге их двойн будет. То есть тут суммирование только повторяющимся индексом идет по жи. Собственно, вот эту замену индексов-то и на жи делал для того, чтобы в итоге здесь вот везде и было. То есть и вот это, и индекс свободный, да, он меняется от единицы до m, а по повторяющимся индексу по нему идет суммирование от единицы до m? — То есть вероятность по жи? — Конечно, конечно. Вообще вот, я уже говорил-то много раз, да, сумму можно в этих выражениях вообще опускать, да? Если договориться, что повторяющимся индексом суммирование идет. — Вот. — Вот. — Ну, потому что если у нас функция гладкая, да, и перекрестные производные все равны, то дальше у нас система совместная, в принципе, можно ее проинтегрировать и найти EF, да? То есть можно... — Детерминат чего? — Мы для этой системы выясняем, существует такая функция ИС или нет. Вот для того, чтобы они существовали, ну, понятно, что необходимо, да, чтобы вот эти перекрестные производные были равны. Вот. Если преобразование неканоническое, то просто система несовместная будет. Вот. А дальше, если она совместна, то, в принципе, ну, у вас получится здесь некое выражение от PQ, ее можно проинтегрировать, будет обратным ходом. Ну, на самом деле, смотрите, вот я думаю так, вот для того, чтобы на этот вопрос ответить, вам надо просто порешать задачи, и вы убедитесь, что вот обратным ходом функция-то ищется всегда. Да, вот так вот я вам ответил лучше. Вот. Потому что, да, потому что вот в общем как-то так сказать, ну, вот лучше, наверное, просто вот с этим поработать, да, и разобраться, почему так получается. Вот. То есть действительно, если эта система, ну, оказывается совместной, то интегрируя ее, всегда можно F найти. Теперь смотрите, мы с вами доказали критерии этот, да, написали соотношение, которое, собственно, мы должны проверить, но пока не ответили на вопрос о том, а какой же гамильдониан будет вот в этой новой системе, в новых переменных. Выражение для гамильдониана на самом деле тоже следует из тех же самых рассуждений, которые мы с вами здесь использовали. А именно мы с вами ведь что написали? Что интеграл по контуру C с чертой, да, C с чертой вот от этого выражения, от суммы P и T с волной от QPT на DQ и T с волной от QPT было равно чему? Цена интеграл по контуру C от суммы P и T до QI, ну, дельта QI, да, интеграл по НКР. Так, только тут C с чертой, у меня что-то черта сумок где-то тут слилась, давайте перепишу вот так вот. Так, ну, теперь же мы с вами знаем, что у нас на самом-то деле вот этот контур является образом этого, вернее, вот этот контур является образом этого, да, а этот является образом этого при нашем преобразовании, один. При этом мы установили, что вот эти интегралы пропорциональны, а этот интеграл равен вот этому, а этот интеграл равен вот этому, верно? Стало быть, мы вот в этом интеграле тоже можем провести вот ту же самую замену переменных и написать вот такое выражение. Уже C без черты, да, от суммы P и T до QI, минус H, DT, так, ой, простите, здесь волны, конечно, должны быть. И причем, так, давайте напишу аккуратно лучше. Тут будет от QPT, да, тут будет именно D от QI, D от QPT, то есть мы уже не изохронный контур рассматриваем, да, вот этот C. Минус, да, минус H с волной DT, минус C на интеграл уже по онкаре здесь будет, да, то есть сумма P и T, по онкаре картана, DQI, T минус H, DT, и это должно равняться нулю. Вот, ну то есть, вот если вот это H, DT убираем, да, мы это с вами уже доказали и в прошлый раз. Но теперь мы пользуемся тем, что интеграл по этому контуру равен интегралу по этому, да, а интеграл по этому контуру в новых переменных равен интегралу по этому. Вот. Пропорциональность между этими интегралами у нас доказана. А в силу вот этих равенств получается, что та же пропорциональность сохраняется и между инвариантами по онкаре картана уже, правильно? Вот. И причем вот в этом инварианте по онкаре картана мы можем, опять же, путем вот этой замены переменных вернуться к интегрированию по контуру C. И вся та же конструкция у нас уже будет работать вот для таких полных неизохронных дифференциалов. Вот. Ну, что касается следствия вот из этой дифференциальной формы, ну, давайте ее напишем. Давайте напишем, что, следовательно, сумма PIT с волной на DQIT с волной минус H с волной DT равняется C на сумму PIT и DQIT минус HDT, HDT, и минус DF уже полный дифференциал от QPIT. Поскольку контуры здесь неизохронные берутся, да, дифференциал функции, соответственно, берется уже полный, а неизохронный, ну, в отличие от предыдущего случая. Вот. Кстати говоря, иногда есть разночтения в разных источниках. Вот иногда критерием каноничности называют не вот это вот соотношение, да, а иногда критерием каноничности называют вот эту дифференциальную форму. Ну, в принципе, какого-то глубокого противоречия здесь ничему нету. Но, с другой стороны, конечно, именно сам критерий каноничности все же вот в этой изохронной форме сидит, да, потому что именно вот эти соотношения мы проверяем, когда исследуем преобразование на каноничность. А вот эта дифференциальная форма, более широкая, да, такая, она на самом деле позволяет найти новый гамильтанян, если вот здесь мы установили из этих уже соотношений, что преобразование каноническое. Вот. Давайте выражение для нового гамильтаняна напишем. Так, а вот это мы уже можем убрать, потому что вроде как оно не нужно нам будет. Мы сейчас хотим получить выражение для новой функции гамильтана. Да, это критерий, да, это критерий, конечно, потому что интегральный вариант Апоанкаре, Апоанкаре-Картана — это критерий того же системы гамильтанова. Ну, потому что оно основано на том, что у нас и в старом, и в новом пространстве есть интегральный вариант Апоанкаре-Апоанкаре-Картана, правильно? Вот поэтому оно работает в обе стороны. Вот. То есть оно основано на том, что... Да, в старом пространстве они у нас были. Почему? Потому что мы с вами говорили, что в исходных переменных системы гамильтанова, вот там они есть, да. Дальше мы делаем замену переменных и хотим, чтобы она осталась гамильтановой. А когда она будет гамильтановой? Тогда и только тогда, когда в ней будут интегральные варианты Апоанкаре-Апоанкаре-Картана, правильно? Мы это доказали на прошлой лекции. Вот. А дальше ход какой? Мы говорим, ага, у новых переменных у нас система была... Ну, вернее, имеет эти инварианты, мы записываем эти инварианты, делаем замену переменных и возвращаемся к интегрированию по старому контуру. Но дальше теорема Лихуаджуна срабатывает, да? Раз у нас, значит, этот интеграл инвариант, дальше при формальной замене переменных получается интеграл типа того, что в теореме Лихуаджуна, ну и дальше вот этот критерий каноничности отсюда следует. То есть вот необходимость и достаточность следуют из того, что в новой системе должны быть интегральные варианты Апоанкаре и Апоанкаре-Картана. Это уже в обе стороны работает, верно? Поэтому, собственно, вот на этом и основывается необходимость и достаточность. Вернее, этим обосновывается. Так, теперь дальше. Давайте перейдём всё-таки к поиску нового гамильтаниана. Ну, смотрите, если мы сделаем всё то же самое, что делали вот здесь, да, распишем вот этот полный дифференциал ДКу, то при дифференциалах ДКу и ДП, если соберём коэффициенты, то получим опять то же самое, ничего нового здесь не будет. А вот остался один дифференциал при ДТ, да? Давайте вот его рассмотрим. Смотрите, получается, что сумма ПИТ с волной на ДКУИТ с волной равняется... Чему? Равняется у нас будет... Так, это будет равно сумме... Давайте просто запишем, что есть, не буду ничего сокращать. Запишу, что есть, только индекс G лучше тоже напишем. Ну, давайте, ПЖТ на ДКУЖТ с волной по ДКУИТ, правильно? На ДКУИТ, плюс, значит, ПЖТ с волной на ДКУЖТ с волной на ДКУИТ, на ДКУИТ, и плюс... Так, плюс сумма уже здесь будет одинарная, да? ПЖТ с волной на ДКУЖТ с волной по ДТ на ДТ. Вот, ну, можно было сокращенно написать, да, что вот эта вот сумма у нас ПИТ на ДТУИТ, давайте это... Хотя, ладно, не будем. Вот, ну, то есть, вот эта вот дифференциальная форма, она такая же, да, как была там. И если мы приравняем коэффициенты при независимых дифференциалах, снова получим вот эту систему... Кстати, давайте и номершую присвоим. Всё-таки система-то важная. Вот эту систему 3. Вот. А теперь давайте приравняем коэффициенты при ДТ. Вот, посмотрите, что получится. Видите, вот тут будет, вот тут вот, вернее, будет сумма ПЖТ, да, с волной на ДКУЖТ по ДТ, верно? Тут будет минус H с волной на ДТ. Тут будет минус C на H на ДТ. И тут будет минус DF по ДТ на ДТ. Так, а теперь здесь самое сложное, на первый взгляд, это знаки правильно расставить. Ну, если посмотреть внимательнее, здесь это сделать, на самом деле, очень просто. Смотрите, вот если вы возьмёте член, который содержит ДТ здесь, да, то есть П с волной на ДКУЖТ по ДТ, и перенесёте его вправо, то легко видеть, что всё, что стоит при ДТ, имеет знак минус, верно? Вот здесь знак минус получится. Вот это, если вы туда перенесёте, будет иметь знак минус. Тут минус и тут минус. То есть в итоге все эти минусы можно смело стереть и написать вот такое выражение. Давайте напишем, приравнивая коэффициенты при ДТ, получим, ну, вернее, приравнивая коэффициенты при ДТ, а вот здесь давайте номер введём, в равенстве 4, вот здесь вот пусть будет 4, а 4, получим, что H с волной равно C на H плюс так, ну, давайте вот это сначала напишем, плюс сумма P, ЖТ с волной на ДКУЖТ с волной по ДТ, вот, ну, видите, повторяющийся индекс, по нему суммирование, поэтому вот эта величина скалярная будет, естественно, и плюс ДФ по ДТ. И вот это выражение, ну, давайте его 5 уже обозначим, это выражение нового гамильтаниана. Давайте я напишу так, 5, это выражение нового гамильтаниана. Нового гамильтаниана. Ну, когда? Если вот эти соотношения 3 совместно, да, если преобразование каноническое. Если 3 совместно. Вот, собственно, все. Таким образом, у нас некий такой вот алгоритм действия появился, да, берем преобразование, подставляем сюда, проверяем каноническое, совместное или несовместное система, ищем, если все хорошо, производящую функцию, валентность, подставляем вот сюда, и вот вам новый гамильтаниан, пожалуйста. То есть все, задача полностью решена. Да. А потому что вот эти дельты, это изохронные дифференциалы, да, мы с вами с изохронными контурами работали. Вот. Так, ну давайте пример, что ли, разберем какой-нибудь простенький. Да. Да, да, функцию можно восстановить, вот интегрируя вот эти соотношения. Ну давайте пример сейчас разберем. То есть критерий как звучит? Что преобразование каноническое тогда и только тогда, когда существует валентность и производящие функции такие, что вот эта дифференциальная форма 2 выполняется, да. А следствием этой дифференциальной формы уже являются вот эти соотношения, которые как раз фактически проверяются. Вот. Ну давайте пример разберем, чтобы действительно было понятнее. Так, например, ну скажем, пусть у нас будет Q с волной равняется Q минус P, вот, а P с волной пусть будет равно Q плюс P. Ну вот проверим, каноническое это преобразование или нет. Ну, берем вот это вот 3, правильно? Значит, что тут получается? P с волной Q плюс P. На что? На DQ с волной по DQ. На единицу. Ну, то есть вообще можно ничего не писать. Да? Q плюс P просто остается. Равняется C на P и минус DF по DQ. Ну, понятно, раз у нас здесь степень свобода одна, для того, чтобы было поменьше просто расчета, да, в первой такой иллюстрации, индекс убираем. Второе уравнение, что у нас тут получается? Смотрите. Ну, P с волной у нас такое же, да, выражение, а DQ с волной по DP дает минус 1. Но минус у нас вот здесь есть, поэтому можно просто минус убрать и написать вот такую формулу. Q плюс P равняется DF по DP. Дальше, понятно, делаем нашу традиционную манипуляцию с перекрёстными производными, да. Отсюда следует, что у нас, значит, производная, ну, можно так написать, F от QP, да, вот так вот, сокращенно, чтобы все эти D2 там не писать все эти тяжёлые выражения, равняется. Так, ну, смотрите, если мы перенесём это дело, ну, это влево, а это вправо, да, то получится что? C минус 1, правильно? Вот. Так, а тут получится вот эта производная, PQ, будет равняться чему? Будет равняться единице, да. Так, и отсюда следует, что C должно равняться двум, верно? Ну, вот это вот D2F по DQ по DP, а вот это D2F по DP по DQ, можно так обозначать. Вот. Ну, смотрите, поскольку у нас индексы встречаются ещё, да, чтобы обозначать производность, чтобы с индексом не слилось, можно их запятой отделять. Вот. Ну, это так, некие обозначения. Иногда бывает удобно. можно, конечно, было развернуто написать D2F там, да, ну, более громоздко, но суть не меняется абсолютно. Таким образом, получается, что для C равно двум, это соотношение, ну, система 3, которая для чего-то стёр, совместно оказывается, да, и стало быть, это каноническое преобразование, валентность 2, да. Ну, давайте производящую функцию найдём. Так, неудобный звонок, конечно, потому что с этого места начинать следующую лекцию, конечно, не очень здорово. Ну, что же делать? Давайте тогда, да, чё, чё, тогда давайте прервёмся, действительно, в следующий раз вот эту систему сразу напишем, да, и из неё быстро там выведем всё, что надо. в следующий раз